Ну что же, я рад вас приветствовать. Здравствуйте. Садитесь, пожалуйста. У нас 12 лекция, и у вас начинается работа над семестровыми проектами. У кого-то, возможно, на прошлой неделе она уже началась, если кто-то быстро справился с проектом «Солнечная система», где вы должны были обучаться совместному кодированию в парах. А семестровый проект пишется желательно в тройках. Я объяснял в прошлый раз структуру команды, как и почему мы работаем. У меня, к сожалению, не было работы на практике в командах с agile технологиями, но по-хорошему, когда разработчиков мало, им все равно приходится по сути работать в подобной методологии, в одной из подобных методологий. По-хорошему, нужно кого-то, кто реально это делал, испытал на себе и может зажигательно про это рассказывать. Я расскажу вам сейчас про другое. Во-первых, когда мы начинали только изучение питона, я пробежался по синтаксису. Все-таки я в этом курсе не даю детальный синтаксис, не разжевываюсь, с учетом, что вы физтехи, и вы можете почитать многие вещи, а потом многие вещи просто на практике вам покажут. Поэтому я вот еще раз говорю, в этом курсе я не делал на это упора. И я там махнул рукой на то, что вообще-то надо бы соблюдать стиль кодирования. И кое-что про это сказал. Я про это дело делал презентацию, я участвовал немножко в одном курсе на курсере. Чуть-чуть, пару модулей одной недели. Или пару недель одного курса, пару недель одного курса, короче, я делал. И вот там есть презентация, которую я хотел бы вам показать, собственно, по стилю кодирования. Вот давайте сейчас мы кратенько про PEP-8 с примерами. PEP-8 это общепринятый стиль кода на языке Python. Весь код пишется в соответствии с общепринятым стилем, который изложен в документе PEP-8. Вообще бывает, конечно, когда в компаниях каких-то крупных, особенно с опытом каким-то, бывают отступления, когда берут и пишут свой, там Google Python style, там есть какие-то, но, как сказать, попадете в жесткую структуру, будете следовать ее правилам. Но есть именно для Python, для C++ такого нет общепринятого стиля, для Python он есть. И он вот на самых ранних стадиях, вообще вот эти вот PEP, да, это разные рекомендации. Ну, в частности, именно вот такими рекомендациями расширяется, изменяется и сам язык. Вот, ну вот PEP-8 это такое вот правило вежливости. Нарушать их можно, интерпретатор вас за это не побьет, но, как сказать, программисты обругают. Итак, соответствие важно для повышения читаемости и понимаемости кода, как самим авторам, так и другими программистами. Вот я надеюсь, что именно в этом учебном курсе, поскольку вы не пишете программу однодневки, а вам приходится через неделю снова смотреть на эту программу, еще через неделю снова смотреть, то вы теперь уже должны понимать, какой смысл в читабельности. Очень часто спортивные программисты не понимают, ну какой смысл писать такие длинные званьки, x, y, ну я же все понимаю, программа короткая. Вот она, алгоритм налицо. Ладно. Внешний вид кода. Отступы. Во-первых, делать с четырьмя пробелами. Естественно, что все IDE это поддерживают. Нажимаете таб, они заменяют четырьмя пробелами. Но чисто так, как параноик, ну проверьте, ну посмотрите. Ну а вдруг там не четыре пробела, он реально таб вставил в ваш конкретный текстовый редактор. Иногда бывает, как сказать, он не настроен. Поднастроить можно всегда. Вот. Значит, смотрите. Во-вторых, не допускается использование табуляций пробелов одновременно категорически. Во-вторых, есть два способа выравнивания элементов, обернутых в скобке, неважно какие. Первое вертикальное выравнивание, второе использование висячего отступа. Во втором случае на первой линии не должно быть аргументов, а последующие строчки должны выравниваться с одинаковым отступом. Посмотрите. Оба варианта являются допустимыми. Вот здесь вот. Я использую вариант, где у меня по скобочке, да, вот скобочка и первый аргумент вот здесь вот. Здесь вот, соответственно, ровно под ним. И второй вариант, когда, например, этих параметров там, например, много, и у меня линия, например, вытягивается. Ну, имя функции длинное, параметры у меня называются длинно, допустим, да, и я хочу вот так вот их передать. Так тоже можно. Понятно? В принципе, в ситуации описания функции очень часто используют вообще по одному аргументу на одной строке. Ладно, двигаемся дальше. Значит, как неправильно, ой, простите, здесь разбился сам документ, но здесь смысл в том, что отступ совершенно другой, так вот нельзя. Значит, и еще для выделения висячего отступа в данном случае требуется другой отступ. Иначе получается, что параметры смешиваются с телом функции. Так, закрывающие скобки в многострочных конструкциях могут находиться на последней строке с аргументами, ой, это опечатка, с аргументами функций или элементами коллекций на отдельной строке под первым непробильным символом предыдущей строке, либо на отдельной строке под первым символом, начинающим многострочную конструкцию. Кстати, обратите внимание на вот эту запятую. Вот видите вот эту запятую? Давайте я сейчас махну прямо на нее мышкой, чтобы точно увидеть. Вот, посмотрите, зачем она нужна, кто скажет? Нет, это вообще не кортеж, это же список, не для создания кортежа. Она не меняет ничего семантически. То есть интерпретатор будет воспринимать так, ну что, здесь вот просто, ну, нет этой запятой, нам нет никакого параметра дальше в конце списка, нет. Зачем она нужна? Очень-очень классная вещь, да, когда вы потом, ну, вы делаете копипаст условно, да, и у вас какая-то линия, да, вот вы берете и делаете ее по аналогии. Раз вставили, вам надо вставить линию после этой, например, или до этой. Или, смотрите, вам надо добавить одну линию, а у вас в системе управления контентом, вот уйдет в системе контроля версий, в ГИТе, у вас уйдет изменение двух строчек, потому что вы туда эту запятую дописали, понимаете? Это очень неудобно. И вот чтобы не было этих ошибок, есть запятая, нет запятой, а иногда это может привести вообще к катастрофическим последствиям, потому что там строчки, например, могут автоматически конкатинироваться, в принципе. И если у вас вот возникнет вот такая ситуация, что две строчки, запятой и нету, вы получаете багу. Такой вот, как сказать, мелочь, но приятный. Так, ну вот, соответственно, вы видите, как это делается, да. Так, что там еще, another list. Максимальная длина строки. Длина строки не должна превышать 79 символов. Почему? Старые экраны в текстовом режиме имели 25 символов по высоте, 80 по ширине. И не надо думать, что современные, все современные терминалы, они имеют длину, там, ширину сильно больше. Да, конечно, у нас сейчас современные большие мониторы, на них в принципе может быть больше длина строки. Но опыт показывает, что все равно удобно, когда есть вот эта отсечка. Поэтому строки не должны быть слишком длинными. Выросла слишком длинная, ее надо укоротить. Самый главный вопрос, а что делать, если все-таки она у вас вырастает, особенно в питоне, когда у вас конструкции, они на это завязаны. Первое. Если у вас есть скобки круглые, фигурные, квадратные, то разрыв строки вообще не проблема. Перенос строки в любом месте, пожалуйста. И, соответственно, так, прошу прощения, а почему такие конструкции? Мне кажется, а, да, потому что здесь, вот здесь вот, у нас круглая скобка, видите, закрывается, да. Ну, я здесь не буду сейчас расписывать, что это такое, да, with. Это довольно сложная конструкция синтаксически, она очень хорошая и хорошо пользоваться, там, менеджер контекста, в котором мы прям гарантируем то, что файлы будут закрыты по окончании вот этого with. Это очень здорово этим пользоваться, но я не буду сейчас тратить на это время. Смысл в том, что у меня здесь, видите, нет открытой скобки, а мне надо продолжить дальше. В результате можно просто взять и написать обратный слэш. Обратный слэш, как вы помните, это экранирующий символ в строках, но его используют и как вот экранирующий символ, который экранирует как бы перевод строки. Он говорит, как бы здесь перевода строки нету, понятно? И он молча хрумает. Вот, в принципе, возможно использование вот этого вот символа, да, слэша, использование его и в выражениях. Однако выражения часто лучше просто оборачивать в скобки. То есть вот эти вот лишние дополнительные скобки, да, вот эти вот раз круглая скобочка, два круглая скобочка, они не затрудняют прочтение выражения и вам не понадобится ставить вот такие вот символы обратного слэша в конце строки, на каждой строке. Пустые строки. Очень классная и важная вещь. Ребята, научитесь пользоваться пустыми строчками. Во-первых, функции верхнего уровня и определения классов. Верхний уровень это то, что находится на уровне модуля, никуда не вставлено. То есть, например, методы внутри класса это уже не верхний уровень. Понятно? Функции верхнего уровня или классы верхнего уровня разделяются одной пустой строкой. О, прошу прощения, двумя пустыми строками. А вот методы внутри класса разделяются одной пустой строкой. Получается, что у вас визуально, да, вот класс от класса отделяется большим пространством, чем отдельные кусочки класса друг от друга. Можно использовать пустые строки для логического разделения кода. Вот это такая приятная мелочь. Их не надо натыкать много. Но бывает, когда функция длинная, метод состоящий из 30 строк. Это уже немало. И вы понимаете, что есть там какая-то первая часть и вторая часть. Совершенно нормальная ситуация. Взять и поставить для большей читабельности просто пустую строку. Этим вполне можно пользоваться разумно. Просто так вставлять пустые строки, конечно, не надо. Кодировка. Очень простой вопрос. Кодировка должна быть UTF-8. Файлы не должны иметь объявления кодировки. Вот так. В питоне версии 2 файлы, поскольку там возможно было разное использование кодировок всяких, то там использовалось объявление кодировки. Не, ребят, не должны иметь объявление кодировки. Все идентификаторы при этом должны содержать только S-ки символы американской стандартной кодировки. То есть латиница, цифры, подчеркивания, всякие там значки, но не русский язык. В нашем курсе мы можем сделать для вас отступление. Ребята, комментируйте. Главное, делайте комментарии, делайте там коммит-месседжи на русском. Можно. Главное, чтобы они были разумными. Мне важно, чтобы вы коммуницировали друг с другом. Но если вы будете делать хоть сколько-то реальный проект, вот кто-то из вас выберет проект, который связан с реальной научкой, с кафедрой дадут, да, и вы будете думать, ну а вдруг мой проект, ну реально его будут кто-то пользоваться, хотя бы там один человек, да, его реально будет использовать, а значит я не буду потом мейнтейнить этот код, его будет поддерживать кто-то другой, тогда, ребята, надо, чтобы в ваших исходниках не было русского языка, там был английский язык, вот, и все должно быть красиво, аккуратненько. Значит, что дальше? Значит, надо означать английские слова везде, где это возможно. Никакое транслита, никаких этих самых бол, шар, да, круг. Кроме того, строки и комментарии тоже должны содержать только эски символы. То есть такая, смотрите, как двойной контроль. С одной стороны мы говорим, кодировка UTF-8 всегда предполагается, Unicode UTF-8. С другой стороны такая обратная гарантия, да, но содержать при этом никаких Unicode-овских символов там не надо. Я надеюсь, я сейчас ненадолго здесь останусь, все-таки надо уйти с этой презентации, потому что это не единственное, что мы сегодня проходим. Значит, исключение составляют, что? Тест-кейс, тестирующий не аски особенности программы и имена авторов. Если вас зовут Лихуан Ю, или Тимофей Федорович Хирьянов, то это пишется в оригинальной, да, то есть вы пишете offer, а дальше пишете в оригинальной, то есть это вполне допустимо, да, и что еще? Тест-кейс, то есть если в вашей программе есть некий тестирующий случай, тест-кейс, что-то, что ее саму тестируют. Про модульное тестирование мы еще будем говорить с вами, наверное, уже в следующий раз. Сегодня мы чуть-чуть вот так вот затронем, надеюсь, успеем. Значит, короче, желательно, да, авторы, чьи имена основаны не на латинском алфавите, должны транслировать, транслитерировать свои имена в латиницу. Ага, интересно, такие можно или нельзя все-таки? Должны? Ну, не знаю, ну, можно, я пишу на самом деле только латиницу, если я не пишу по-русски свою, если я пишу что-то. Проектам с открытым кодом для широкой аудитории также рекомендуется использовать это соглашение. Так, каждый импорт должен быть на отдельной строке. Неправильно, вот так вот. То есть уж если вы импортируете модуль, это должно быть заметно. Можно, в принципе, вот так вот импортировать несколько вещей из одного модуля. Так, импорты всегда помещаются в начале файла, сразу после комментариев к модулю. То есть есть комментарии к модулю. Кто автор, какие-то еще могут быть комментарии к модулю, да, они в первую очередь. Да, строки документации идут. Документация модуля, она тоже висит вверху. И что? Перед объявлением констант. Перед объявлением констант. То есть в начале импорта, потом описываем константы. Импорты должны быть сгруппированы. Из стандартной библиотеки в начале, из сторонних библиотек потом, и потом импорты модулей текущего проекта. Ну, то есть это имеется в виду нестандартные сторонние библиотеки. Перед каждой группой модулей пустая строка. Пробелы. Избегайте пробелов в следующих ситуациях. Непосредственно внутри скобок. Вот неправильная ситуация. Я пишу в начале правильно, чтобы вы привыкали. В начале смотрим, как правильно, потом, как это изуродовано. Вот вариант уродства. И, соответственно, вот здесь вот. Нет, есть такие стили кода, есть такие языки, где это, наоборот, диктуется как норма. Для питона это считается неприемлемым. Непосредственно перед запятой не ставится пробел. Вот это неправильно. Вот так правильно. Вот так неправильно, да, видите. Так. Ну, или вот перед двойточием тоже. Точкой с запятой перед двойточием не ставится тоже пробел. После ставится. Ставится. Сразу перед открывающей скобкой. Вот так вот. Прекрасная функция. Спэм. Вот так неправильно. Сразу перед открывающей скобкой. То есть вот это правильный вариант. После которого следует индекс или срез. Значит, вот у нас, видите, это идет использование индекса. Со срезом нету у меня здесь примера. Короче, избегайте пробелов в конце строки. Иногда в конце строки случайно пробелы ставятся. Но я надеюсь, гитхаб вам, да и пайчарм вам про это, наверное, там будет напоминать. Но гид, когда вы будете гид коммит и гид пуш делать, то если вы посмотрите гид диф, то он красным их показывает, вот эти пробелы в конце строки. Не надо это коммитить, он вам хочет сказать. Или пустые строки в конце файла тоже показывают. Вы чего? Или пустые отступы. Отступ, а ничего нету. Тоже он показывает. Ребят, вы чего? Значит, чего? Значит, из-за оставленного пробела после обратного слыша следующая строка может не считаться как продолжение предыдущей. Ну, это редкая ситуация. Лучше не использовать обратных слышей, но тем не менее. Лучше открыть скобочки лишние. Вплоть до того, что если у вас длинное кондишенал условие, вот if и пошло условие, и оно оказалось слишком длинным, да возьмите его в скобки, как в языке C и C++. Не умрете от этих лишних парочек скобочек круглых. Так, постановка пробелов с операторами. Бинарные операторы. Равно-равно, больше-меньше, не равно. Но, кстати, вот такой есть вариант, не равно. Он мне не нравится, такой паскаль. Короче, in, принадлежность в not, in, is, is, not, логические. Короче, вот в бинарных операторах добавляются пробелы. Если арифметические операторы пишутся, то есть плюс-минус умножить-разделить, то добавляются пробелы вокруг операторов с низким приоритетом. Это помогает группировать ваше выражение, чтобы оно было более читабельным. Но я думаю, это довольно естественно, вы сразу сами поймете. То есть вот представьте себе, сразу правильно, да, расстановка. Я вот думаю, что надо было мне написать вариант неправильный еще, взять и убрать, наоборот, все пробелы. Получилась бы такая колбаса составная, в которой бы все это было слитно. Икс, 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 икс. Очень тяжело. И еще, конечно, для вас это писалось не для фистехов, а для фистехов надо было написать какое-нибудь реальное выражение, длинное, типа формулы физической, какой-нибудь, чтобы там по порядочкам было этих самых членов. Вы бы особенно хорошо почувствовали, как важно делать вот такое вот группирование, разделение, в котором вы видите, оп, оп, оп. Но обычно получается, что возле умножения не ставится, возле плюс-минус составит. То есть здесь обратная ситуация нарисована, но я бы сказал даже, что она такая вот относительно спорная. Хотя вот этот пример взят непосредственно из описания PEP8 на сайте этого. Если я правильно помню, но, по-моему, прямо оттуда брал вот этот пример. Потому что лично я бы расставлял все равно вокруг плюсиков, ставил бы возле умножения, не ставил. Но вот там написано вот так вот, чтобы было видно, что вот это с большим приоритетом выполняется, это с меньшим. Так, не используйте пробелы вокруг знака равно в одной ситуации. Какой? То есть мы используем возле присваивания пробелы, слева-справа. Но не используем в какой ситуации? Когда у меня вызывается функция, и ей передаются именованные параметры. При передаче именованных параметров мы не отрываем, собственно, то, что мы передаем, от, собственно, названия именованного параметра. То есть, как это ни странно, вот это вот неправильно. И в описании собственной функции, в заголовке функции, тоже пишем слитно. Опять же, такой момент, который мне кажется несколько спорным, но дело в том, что правила, они на то и правила, что вот мы говорим, ну, давайте договоримся. И вот эти правила, они хороши именно тем, что они супер международные, они вот прям в самом языке, все знают ПЕП-8, если ему следовать, то вас будут читать, понимать, и говорить, все окей. Комментарии. Про комментарии мы сейчас будем говорить отдельно еще. Но вот базовые вещи содержатся и в самом ПЕП-8. Итак, друзья мои, запомните, комментарии, противоречащие программному коду, хуже, чем отсутствие комментариев. Лучше, чтобы комментариев не было, чем ситуация, когда вы прокомментировали, потом вы исправили программный код, комментарии остались неправильными. То есть комментарии, они уже устарели. Это категорически исключаемость. Не должна такой ситуации случаться, то, что тогда они не выполняют свою роль, только мешают. Соответственно, теперь уже детали про сами комментарии. Они должны являться законченными предложениями. Если комментарии, фраза или предложение, первое слово должно быть написано с большой буквы, если это только не имя переменной, которое начинается с маленькой буквы. Регистр переменной не изменяется никогда. Если комментарии короткие, можно опустить точку в конце предложения. Комментарии короткие, это имеется в виду, что одна строка, в принципе, допустимо. Блок комментариев обычно состоит из одного или более абзацев. Но иногда бывает. Представьте себе, вы пишете формулу. И вот у вас функция в ней. И тут... Ну, человек, читающий, он реально не поймет. Вполне возможно, что вам в этом комментарии придется ссылаться вообще на научные статьи. Read about this formula in these papers. This is... Это потому... Mention that... И так далее. Короче, он реально может быть длинными комментарии, чтобы код был понятным. Особенно в ситуации, когда вы закладываете туда какую-то сложную математику внутрь. Понятно, да? Потому что названия переменных не объяснят, почему вы вот это пишете этого крокодила. И то прочитать трудно. Да, конечно, ученый, он разберется, он вчитается. Но нужно, чтобы обычный человек тоже это прочел. Короче. Блок комментариев обычно состоит из одного или более абзацев, составленных из полноценных предложений. Поэтому каждое предложение должно оканчиваться точкой. Ставьте два пробела после точки в конце предложения. То есть между словами точка, пробел один, между предложениями два пробела. Тоже такое разделение, чисто типографическое. Безумие, кажется. Что я вообще условно на практике программирования, на информатике разговариваю про то, как там писать. Ребята, ну это важно. Да, вот это принято, это записано. Об это спотыкались, решили. Вот так надо. Ставьте два пробела после точки. Естественно, если эта точка не стоит в конце строки. Естественно, если точка стоит в конце строки, предложение закончилось, точка в конце строки пробелом и не ставим. Итак, программисты, которые не говорят на английском языке, пожалуйста, пишите комментарии на английском. Если только вы не уверены на 120%, что у вас код, никогда не будут читать люди, не знающие вашего родного языка. Именно поэтому в ситуации ваших студенческих проектов, семестровой работы, поскольку вы, кто-то, возможно, из вас только начал, надеюсь, нет таких, вдруг кто-то только начал изучать английский язык. В мои годы были начинающие. Можно было изучать там не английский, а немецкий там в школе. Все годы там учили немецкий, приходили, все начинали учить английский. Ну, вот первый семестр, ребята, пишите на русском, не волнуйтесь, но вот знайте. Блоки комментариев. Обычно блоки комментариев обычно объясняют код, идущий после блока. И должен иметь тот же отступ, что и сам код. То есть не вот отдельно, вот так вот, да, а вот ниже. Каждая ситуация какая? Если у вас описание, def function, да, описание функции, то у вас, соответственно, есть вот такой вот отступ, да, дальше идет код. Уж если вы хотите описать код, который ниже, но не документ строка, ну, потому что по-хорошему лучше документ строку написать, чем комментарий. Но уж если вы все-таки именно комментарий хотите сделать, а не документ строка, то он должен быть с отступом вот таким вот. Ну, про документ строки сейчас еще будет отдельно. Короче, каждая строчка должна начинаться с решетки и пробела после него, чтобы не сливался текст, собственно, с решеткой. Абзац, да, и еще, сейчас, 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 абзацы внутри блока разделяются строкой, состоящей из одного символа комментарий. То есть, если вам надо разорвать абзацы в комментариях, то есть у вас длинный текст комментариев, нормальная ситуация, вполне допустимая. Но тогда уж абзац, дальше решеточка, что продолжается комментарий, а не просто пустая строка без решеточки. Инлайн комментарии. Значит, во-первых, старайтесь реже использовать подобные комментарии. Такой комментарий находится в той же строке, что инструкция. Ребята, почему реже его желательно использовать? Обычно такие комментарии используют те, кто плохо называют переменные. То есть, если ваш код, в принципе, неудобо читаемый, то есть там название переменных не соответствует их сущности, их смыслу, название функций не соответствует тому, что они делают, то тогда у вас возникает ситуация, что тут надо объяснить, что-то непонятно. И вот такой вот инлайн комментарий. Вот написал выражение, там x равно x плюс 1, increment x. В данной ситуации вообще, да, нельзя, не надо объяснять очевидное, зачем. А вот в этой ситуации это не очевидно. Compensate for border. То есть, например, у вас какая-то ситуация с отражением шарика от левой границы экрана, и он у вас улетел, и он сейчас на нуле, а надо, чтобы он чуть-чуть сместился, чтобы там багу залипания убрать, например. И вот в этом случае у вас возникает именно смысловое содержание. Я напоминаю, что текст вашей программы читается человеком, а не компьютером. Комментарии предназначены для человека. Строки документации. Вот про это будет отдельно. Первое. Призыв. Это именно призыв такой. Ребята, пишите документацию для всех публичных модулей, функций, классов и методов. Пишите документацию. Без документации вашими публичными, то есть предоставляемыми для других модулей. Вы пишете, создаете модуль. Даже если вы вроде бы вертитесь и сами пишете, сами для себя его пишете. Ребята, если ваш модуль кто-то импортит, даже ваш товарищ, может быть, в следующий раз это будет не ваш товарищ, а какой-нибудь китайец или кореец, или индус. Ну, он должен почитать. Да или вы просто нового товарища себе рекрутируете в команду. Он должен иметь возможность почитать документацию про ваш модуль, класс, функцию, про все публичное. Не публичные функции, пожалуйста. Если она у вас скрытая, пожалуйста. Вот туда на самом деле мы должны сейчас ходить. Есть ПЕП 257, он у меня уже там приоткрыт, вы можете там заметить, что он там скоро появится, выпрыгнет. Объясняет, как правильно и хорошо документировать. Заметьте, очень важно, чтобы закрывающиеся кавычки стояли на отдельной строке. А еще лучше, если перед ними будет еще и пустая строка. Кстати, вот здесь я не уверен, что здесь пробел не хватает, во-первых. Я не помню. Мне почему-то ощущение, что здесь должен быть дополнительный пробел. Но эти три кавычки на отдельной строке. Для однострочной документации можно оставить закрывающие кавычки на той же строке. То есть три открывающиеся кавычки, документ строка, три закрывающиеся кавычки. Но вообще обычно документ строки бывают многострочными. Это нормально. Соответственно, смотрите, вот как бы заголовок получается вашей документации. Дальше некий текст пошел, а между ними пустая строчка. Соглашение об именах. Соглашение по именованию немного туманное. Некоторый список рекомендаций, действующих на данный момент. Я сразу оговорюсь, может быть, уже немножко изменились эти рекомендации. Это года так два назад. Я смотрел. Новые модули и пакеты должны быть написаны согласно этим стандартам. Но если в какой-то существующей библиотеке эти правила нарушаются, предпочтительно писать в едином стиле с ней. Имена модулей коротко. Придумывайте модуль, назовите его коротко, маленькими буквами. Подчеркивания допускаются, но только если это улучшает читаемость. В именах пакетов предпочтительно не использовать подчеркивания. То есть, если вы хотите сделать какой-нибудь модуль, который будет заниматься тестированием на основании документации, он есть в стандартной библиотеке, то вы его назовете не док подчеркивание тест, а слитно док тест, без подчеркивания. Имена классов пишутся в виде много идущих подряд слов, каждая с заглавной буквы. Для имен классов действует соглашение верблюжьего стиля. Первая буква большая. Первая буква большая. My class. Ну, тут у меня где-то может быть... А, там будет пример. Исключение тоже является классом, хоть и маленьким классом, но вообще исключение, собственное исключение создавать не рекомендую. Рекомендую использовать, если вы хотите заниматься ловлей исключений. Сейчас не буду пояснять про это дело. то лучше использовать стандартные исключения. Опять же, про это дело, может быть, я скажу попозже. Имена функций пишутся с маленькой буквы, я имею в виду не на этой лекции. Имена функций snake case. Вот самые часто используемые имена snake case. Между словами подчеркивания с маленькой буквы все. И да, допустима ситуация, когда слова пишутся подряд, заглавные буквы, кроме первого слова, но только тогда, где уже преобладает такой стиль для сохранения совместимости стиля. Но нежелательно. Такой верблюд, который начинается с маленькой буковки. Но нежелательно. Лучше snake case. Имена переменных или открытых атрибутов класса состоят из маленьких букв. Как быстро время летит. Слова разделяются символами подчеркивания. Имена глобальных констант из-за главных букв. Слова разделяются символами подчеркивания. Давайте посмотрим на пример. Модуль, my модуль, видите, подчеркивания нету между my модульами. User class name с большой буковки camel style. Exceptions are are also classes все то же самое. Function name с подчеркиванием. Not desired function name но с маленькой буквы в любом случае. Variable name переменный или открытый атрибут класса. Публичный открытый имеется ввиду публичный доступный извне. И глобальные константы. Вообще константы глобальные допустимы. Они нужны. А как без них? Ну там ширина вашего канваса там дефолтный демедж какого-нибудь героя. Да или там максимальное количество max bombs per user например. И вы хотите это дело задать как констант пожалуйста никаких проблем но вы проорите про то что это глобальная константа. Символы подчеркивания. Кроме разделения слов внутри они играют еще и другие роли. Один символ подчеркивания в начале атрибута или функции говорит что это функция для внутренних нужд. Понятно? То есть есть методы и атрибуты которые нежелательно дергать. Один символ подчеркивания в начале. В конце можно использовать если нужно избежать конфликта с зарезервированным словом или каким-то уже использованным словом. Например если я хочу передать параметр который будет называться словом class то я не смогу назвать его class потому что стандартное class нужен слово для описания класса. А если я поставлю в конце подчеркивания пожалуйста. Два символа подчеркивания в начале названий скрываемых функций атрибутов. Это как бы такой способ по-питоновски сделать их прям совсем приватными. То есть одно подчеркивание в начале это нежелательный. Два подчеркивания в начале я прям закрываю его запрещаю для использования извне класса. Они используются два символа в начале и в конце у магических методов. Самому придумывать такие не следует. То есть там init вы видели но кроме init их еще много. Общие замечания нежелательно использовать ну тут написано никогда не используйте символы l не имеется в виду в словах если ваш функция называется hello world все норм пишите свои hello world но дело в том что буковка l путается похоже на заглавную буковку i и на символ единички вот если бы я не сказал что это маленькая латинская буква l то вполне можно было бы принять ее за единичку да вот смотрим на нее вблизи е-мое или или единичка очень сложно сказать поэтому эти буквы крайне нежелательны для их использования в названиях переменных если это одиночная переменная или там две буковки то сложно определить это n i или n l или n 1 в некоторых шрифтах эти символы неотличимы от единички а o от нуля o заглавная короче да в этой ситуации уж если очень нужно l пишите вместо маленькой заглавной вообще заглавной нежелательны но кстати одиночные переменные заглавной буквы в принципе допускаются это более-менее норм хотя пайчарм будет вас за это поругивать но одна буковка большая там буковка a и вы там ей пользуетесь буковка там f большое хотите пожалуйста потому что ну понятно что это не имя класса сто пудов короче что еще имена должны содержать если имя часть что такое API application programming интерфейс интерфейс взаимодействия программы с какими-то частями то она должна быть согласована со стилем кода интерфейса а не реализации то есть реализацию вы допустим откуда-то там подкручиваете бывает что раз согласованный стиль тогда следуем стилю интерфейса по именам имена которые видны пользователю как часть публичного API должны следовать конвенциям которые используют использование а не реализацию ладно ок на этом собственно вот эта краткая выжимка все есть разные русскоязычные переводы вот я вот могу сослаться на вот этот вот на как он называется python world уру вот я не знаю я ссылочку на самом деле ссылочку я не могу сейчас скинуть но я могу ее наверное оставить там в наших лекциях что я дальше хочу сказать вам про документирование давайте с вами посмотрим про документирование ну естественно есть оригинальный PEP 8 но я его сейчас не буду открывать он на английском написан почитайте если вам недостаточно значит еще один стандарт PEP 257 значит я его меньше знаю на самом деле да это оригинальный да он лежит на сайте python.org пожалуйста здесь много этих PEPs DEV PEPs и там эти PEPы пошли вот ну вот это вот видите он давненький достаточно 29 мая created да post history 13 джун 2001 что такое док строка да однострочная док строка мультистрочная короче достаточно важный аспект документирования вот как другими людьми так и вами через полгода PEP 257 описывает соглашения связанные со строками документации рассказывает как нужно документировать код что должны включать и как это написать не касаясь вопроса синтакси со строк так при нарушении соглашений неодобрительные взгляды но надо понимать что есть утилиты док утилс это не чисто библиотека питона вот это программа которая помогает документировать вот я помните говорил что у программистов есть программа которым помогает но в первую очередь это гид система контроля версий у тестировщиков есть там какая-нибудь багзила какой-то багтрекинг систем система отслеживания ошибок но у нас в гитхабе почему мы пользуемся не чисто гитом а гитхабом в том числе и потому что там есть интегрированная возможность вот эти ищу включить в одностройки вошел включил ищу и можешь собственно добавлять удалять эти самые ищу понятно на кого-то назначать вот и это собственно такие баги их можно перекидывать обратно на тестировщика вот очень здорово я покажу наверное что дальше что такое строки документации строки документации строковые литералы которые являются первым оператором в модуле функции класса или определение метода вот я уже говорил про них показывал вам сейчас попробую поближе так лучше тройные кавычки даже если документация умещается на одной строке это признак того о ребята это документ строка так пустых строк перед ними нельзя то есть вот функция и пошло класс и пошло что там дальше возвращаем значение не может быть определено путем многострочные строки документации вставляйте пустую строку до и после всех строк документации которые документируют класс вообще говоря методы класса разделены друг от друга одной пустой строкой строка документации должна быть смещена от первого метода пустой строкой документация модуля функции строки документации класса обобщают его поведение перечисляют открытые методы переменные экземпляры если класс предназначен для подклассов и имеет дополнительный интерфейс для подклассов так забьем пока конструктор должен быть задокументирован в документации метода init то есть документацию методов мы пишем в методах не надо писать всю документацию остальные методы должны иметь свои строки документации если класс подкласс унаследована строки документации должна отмечать и это и обобщить различия ну то есть короче ну придется пописать вам по-русски пока а так вообще по-английски ну и вот посмотрите описание функции которая следует некоторым соглашениям да форм of a complex нет видите пробел точно не надо здесь вот после этого дела да форм of a complex number keyword arguments да real видите здесь пустая строка в конце пустая строка да здесь прописано дефолт 0 0 да вот ну короче можно взять и просто открыть вот кстати больше примеров можно просто открыть стандартную библиотеку питона и почитать посмотреть потому что вот вы пользуетесь help по питону а этот help он генерируется самим питоном help из документ строк в самих стандартных модулях поэтому можно открыть смотреть примеры документирования понятно вот а теперь что я вам хочу рассказать есть так это не то есть вот такая вот штучка док-тест можно заметить что его имя да вот модуля оно без подчеркивания кстати это очень прикольная штука это автоматическое тестирование это библиотека которая позволяет автоматически тестировать на простых кейсах ваши функции ваши классы и модуль целиком сейчас я покажу как это будет выглядеть вот смотрите да на самом деле мне не настолько надо это дело я хотел бы все-таки наверное по порядку это сделать чтобы вы увидели и наверное я даже это сделаю в консоли чтобы совсем было видать что ничего я не использую дополнительного так достаточно размер или еще парочку норм окей значит что мы сейчас сделаем я сделаю модуль который будет вычислять факториал а потом может еще и числа фибоначчи вот давайте с вами попробуем написать дуракоустойчивый факториал итак вим как мне назвать его май подчеркивание модуль не уж май модуль так май модули май модуль пай ок итак ну в первую очередь да давайте пропишем вот здесь вот прошу прощения да я напишу здесь что автор да я не буду сейчас что кстати лицензия я не помню кстати там на самом деле по-моему так да пишется по-моему так пишется лайсенс этот самый английской грамотности у меня такой как русский пока нет короче лицензия там я напишу там gpl версии 3 я большой фанат gpl именно версии 3 вот и вам советую там есть версия 3 там 1 вот нет буквально сегодня я обновлял свое членство в фонде свободного программного обеспечения я увидел что у них там текущие расценки но там как в профсоюзе есть взносы да знаете ежемесячные взносы вот если вы состоите в профсоюзе то у вас 1% стипендии туда отправляется автоматически его бухгалтерия вычитает вот а у программистов часто нет такого профсоюза но зато есть фонд свободных программ фонд свободного программного обеспечения freesoftwarefoundation.org и 120 долларов это дело стоит ежегодно а для студентов 60 долларов так что если кто хочет поддержать движение за свободные программы мировое вот то пожалуйста можете поучаствовать а кто не может можно у них там купить маечку там со всякими классными изображениями у меня одна есть они присылали кружечки там есть всякие значки там по 3 доллара можно купить себе там я за этот самый за фсф вот короче я к чему я вот про лицензию объясняю но про лицензию тоже я хотел бы вообще отдельно с вами поговорить по поводу темы авторства и контента я сделаю это в конце если кто хейтит свободные программы из вас можете на последнюю лекцию там не приходить вот но я надеюсь наоборот привлечь на нее дополнительных людей потому что редко звучат мне кажется на фистехе особенно какие-то вещи связанные с ребята в чем суть там видение программистами вопросов авторства видение программистами проблем связанных с закрытыми исходниками с лицензионностью с проприетарностью заборы какие-то с как это называется software patents да патенты на программное обеспечение поговорим потом ладно что я хочу сказать ну я напишу здесь некоторую документацию да в первую очередь давайте я скажу что это модуля да модуль to calculate some functions ну some mathematical math functions окей соответственно дальше я что-то должен написать про свой модуль да что у меня будет здесь вообще-то у меня будет функция самая factorial да factorial я вот так напишу function to calculate я коротко я могу написать там кстати этот function function to calculate the production of 10 да for positive number for non-negative и что я вижу я вылез за пределы да вы видите уже 80 о 79 ну я пожалуй разорву не слово хотя на самом деле можно конечно и слово вот так вот разорвать да кто сказал что нельзя пожалуйста но я пожалуй просто перенесу целиком слово тадам ну чё я могу про factorial сказать пока ничего да давайте ну слушайте давайте пока остановимся я расширю потом документацию потому что я не буду сразу писать все конечно можно спасибо за вот самое пожелание а вообще нормально яркость что-то я не знаю могу ли я там повысить сейчас я попробую контраст на соточке эй так лучше? там дальше начнется засветка фона поэтому я пожалуй тут где-то остановлюсь окей ну и я давайте немножко напишу и закамичу это делал да поехали вот моя первая версия def factorial от n ну и че я делаю ну давайте самый простой вариант да x equal one да дальше цикл for for че там мне нужен result да то есть вот x это будет у меня результат результат да значит я что делаю for i in range от 1 до n включитель но соответственно плюс 1 да я видите ставлю пробелы да что я буду делать значит что я делаю я делаю говорю x домножить на x домножить на i ну и return x никакой рекурсии не надо не надо запомните вообще нормальный факториал рекурсии не требует рекурсия она в нем лишняя она очень много наворачивает лишняя все и можно было бы написать короче но я с использованием примитивных конструкций все написал ха-ха-ха я написал да ну там наверное перевод строки одну строчку надо наверное оставить сейчас посмотрим что скажет гид про это а там что я десятую лекцию что ли не это в десятой ну solar project там пожалуй и не надо я я сейчас их мне надо добавить этот окей my model пошел добавился значит теперь что я сейчас окей эй чё материалы сохранены он мастер и чё фатал что-то у меня какой-то капец наступил git stash все убил надо было закоммитить а я понял в чем дело я понял в чем дело я откатился вместе я же не закоммитил его мне git stash pop придется сделать здесь простите я должен был закоммитить его все git commit этот самый first ну условно git push окей ага я забыл его добавить да тадам а что же тогда у меня ушло или ничего не ушло git add нет сейчас еще раз статус новый файл будут включены в коммит и чё он не закоммитил мне может надо пульнуть вначале уже обновлено давай коммит дидон мяч не файл а чё-то его это самое минус м надо было написать я месседж не написал что это месседж все ок ушло вот теперь я сделаю стэш чтобы это все не маячило да ё-моё знаете вот такая ситуация посмотрите видите там маячит что точка айдея видите маячит а что еще ну какая-то там лег 10 solar project неотслеживаем я его планировал открыть но я его сейчас не буду трогать я его просто оттуда грохну ну или там я его хотя бы мв сделаю лег 10 solar project я просто сейчас в принципе я его не буду убивать совсем я его выкину из проекта туда куда-то ок снова смотрим git статус чтобы он был чистенький а вот эта штука меня задолбывает ребят простите это мои настройки моей айде их реально надо комитить или нет а если мои товарищи там они вообще не пользуются пайчармом они пользуются вимом чем-то еще а что вот их настройки тоже должны туда уходить в репозиторий а нет а как мне сделать чтобы какие-то файлы автоматически не коммитились ну или там git commit минус ад и все закоммитить все все добавить и все закоммитить так часто бывает человек закоммитит лишнего да бывает что делать я перейду на одну папочку выше значит посмотрю что у меня тут о вот он файлик .id я открою git ignora файлик vim.gitignora это такой скрытый файлик файлы начинающиеся с точками в линуксе являются скрытыми вот файлик .gitignora содержит информацию когда я инициализировал когда вы создаете репозиторий то гитхаб вам предлагает говорит readme gitignor может вам написать под какой-то язык вот это стандартный gitignor который гитхаб предложил и мне вот сюда вписал в нем написано то что собственно требуется не коммитить никогда вообще в репозитории не должны попадать бинари вот ну и всякие видите там всякие там логи какие-то то есть покрывает какие-то вещи которые ну наверняка не должны попадать я могу это дело подредактировать если я уж очень хочу чтобы что-то туда коммитилось ну пожалуйста ну вот я туда возьму сейчас и добавлю вот сюда вот добавлю наоборот точка idea косая то есть все содержимое папки idea пропускать и git статус у меня что станет прикольно изменено gitignor его надо закоммитить ну gitignor он сам находится под системой отслеживания версии он общий для всех я его закоммичу на самом деле можно добавить gitignor в gitignor ну тогда другие товарищи его не получат сделав пул и у них они могут закоммитить те файлы которые вы там заигнорили а так я вот покажу что вот в lections 2019 ну пусть он валяется там я-то пока что единственный мейнтейнер этих лекций да вот короче что я сделаю я его хочу задобавить под контроль версии git add gitignor да changed я по-русски напишу изменил этот самый gitignor фигня какая даже подчитается плохо уж если слово-то английское лучше его написать по-английски да для игнорирования файлов файчарм пуш тадам это у меня сейчас два сразу зальется да git status вау во вот это состояние репозиторий меня вполне устраивает простите за то что я отвлекся но наверное это же тоже рабочие вопросы которые у вас возникают вот git status должен быть чистенький если нет плохо он должен показывать вам где вы что напачкали где что-то незакомиченное ну вот короче семестр 1 лек 12 у нас да смотрим mymodulepy yes кстати git log нам покажет о этот самый вот он его кстати вот если этот вот хэш сумму возьму и брошу в гитхаб комментарий какой-то выищу то он будет кликабельным на сайте гитхаб может будет кликнуть он перетащить на этот перебросить на этот коммит ладно что я хочу теперь я хочу его запустить ну чтобы его запустить мне нужно что какой-то ну файлик main который я буду запускать это файл библиотеки это модуль для импорта да ну давайте создадим main.py я делаю в первую очередь import my модуль да as my и делаю некий этот самый n равно int import ой input прошу прощения значит enter sum n двоеточие ну вот так я сделаю значит и что я сделаю соответственно result равно my.factorial от n и print я дурацкий главный модуль пишу сейчас простейший с взаимодействием с командной строкой но тем не менее модульная структура там модуль одна функция тут все так там пам пам что я делаю теперь смотрите модуль main давайте его запустим и посмотрим enter sum n 3 тадам 3 почему глючит мой факториал что-то я неправильно написал сейчас подождите я как пользователь хочу подойти для единички так норм а как вот должен подойти я программист да я начинаю тестировать 10 10 не ну явно бага явно бага да что я делаю сейчас как вы думаете первый вариант я сам написал эту ошибку да она валяется сейчас я ее спушнул она там лежит в репозитории есть конкретный коммит который вот под эту багу да что я делаю я беру и просто тупо исправляю молча но это если я овоща индивидуал да инди-разработчик а вообще очень часто ну вы видели багу но это не ваша бага или даже ваша бага но вы не собираетесь ее фиксить прямо сейчас ну вы там сейчас заняты разработкой модуля мейн его доработкой ну багу вы обнаружили какая нормальная ситуация задокументировать эту багу где чтобы она не потерялась на листочке нет смотрите что мы делаем тадам топаем мы с вами на гитхаб который для нас является одновременно вот что тут у меня тра-та-та-та-та-та где там наш лекции лекшнс идем в репу лекций что я смотрю в репе лекций ноль ишью да тут тестировщиков то нету никто ишью мне не пишет ну дай-ка я заведу ноль ишью новый ишью заведу да и напишу здесь ну надо кратко описать что случилось да значит я напишу где и что случилось да что у меня там факториал in my module works run да мне надо что-то написать да написать какие вещи необходимо описывать я вам кажется говорил да на какой версии это обнаружено да version да ну или можно просто сразу написать commit то есть commit да discovered in commit ну я фиксирую где это произошло смотрим да ну или git status тоже может показать я это обнаружил вот здесь вполне это не факт что эта ошибка была найдена собственно здесь да тадам я тут пишу прям вот сюда взял вставил номер этого вот commit это не совсем номер да хэш сумму что еще собственно как репродуцировать ее да что сделать там enter some numbers steps to reproduce называется steps to reproduce да run 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 module ну просто на самом деле run function factorial my function my module . factorial with some numbers more than a modern one ok more than two на самом деле потому что для двойки еще правильно да я ничего правильно двоечка правильно для десятки 10 это неправильно окей то есть я писал вполне возможно что этих steps to reproduce может быть там много там 1 2 3 там да ну я сейчас кратко я напишу здесь да что нужно его заимпортировать да import my module ну типичная ошибка более сложна да так ну и что еще я должен по идее кого-то назначить ну первое что можно делать это назначить самого себя assign yourself в принципе если бы можно было если бы тут кто-то еще был у меня в качестве сотрудников моего в моем репозитории я бы мог кого-то еще назначить это мой репозиторий я лекции выкладываю так что никого я не могу назначить label это ребята бага то есть есть стандартные лейблы можно создавать свои кстати то есть вполне можно вот edit labels и написать свою какую-нибудь и есть вот разные бирочки которые можно повесить на нее бага или необходимо улучшить документацию такой issue ну разработайте что-нибудь опиши это дело ну дубликат это помечается здесь они просто в алфавитном порядке дубликатом помечается а это фигня она есть вон там там есть уже такая записочка с мэтом enhancement это обычно вот у вас первые ваши разработки проекта первые ваши issue они должны быть enhancement а не багами по идее вы говорите я хочу улучшить feature да или request хотелось бы надо сделать да ну и у них вполне они могут быть очень даже как сказать ну не critical странно critical но critical feature вполне может быть для достижения таргета разработать GUI без GUI у вас проект не примут семестровый вы вначале можете вполне там разрабатывать модель без GUI вначале да ну в какой-то момент эти классы должны как-то отображаться критический enhancement такой ну не примут но самое главное что они там к тегам привязаны у меня это бага я отмечаю я сейчас не ухожу это самое баг проект значит у меня сейчас никакого проекта нету в рамках этого я сейчас не буду показывать проекты очень удобны для группировки это такие доска на которую эти бирочки тишки можно классно раскладывать там типа там to do in progress там этот самый done очень удобно вот milestone это вот самые вот эти вот милевой камень да флажок такой к которому мы стримим у меня никакого нету здесь его нет а вообще по-хорошему у проекта должны быть какие-то там альфа-версия а по пути к альфа-версии могут быть еще несколько на самом деле миллстоунов вполне да при разработке проекта так гоним дальше значит короче я сейчас сделаю submit new issue уже да просто бага засайнил и у нее появляется собственная история между прочим вот я вам говорил что кликабельно да можно кликнуть посмотреть что было странно что-то вроде не тут да не в этом коммите ну можно посмотреть на самом деле этот самый от этого коммита да parent коммит видите да в parent коммите посмотрите что собственно было что я делаю x домножить на i умножить равно интересно почему не работает видно нет x равно 1 x умножить равно i return x да странно странно почему не работает так ну что я хотел сказать давайте посмотрим да и еще я сейчас пожалуй закомичу этот main да а да давайте посмотрим на изменения все-таки хочется понять и пофиксить это дело что не так давайте напишем явным образом x умножить на i да вот пожалуйста i бежит по диапазону тому который надо правда return x как бы мне это проверить ну я могу запустить еще раз да давайте проверим main main давайте там пятерку в чем дело давайте main посмотрим на таки печатаю ё-моё я печатаю это не то что я скажу как разработчик вот я представьте что я ну я из чистого репозитория это дело да и вот я смотрю на это дело да смотрю на как сказать я так посмотрел ну ё-моё works for me скажу я на такую багу ребята я на такую багу вот представьте что не я ее сюда запостил да как я скажу ему я ему скажу так инвалид инвалид а сюда напишу works for me да nothing is wrong with my function go away ну ладно это уже не будем а да прошу прощения забыл очень важно надо было нажать close close issue close and comment ну можно отдельно вот я просто close сделал дополнительно но закрывать без комментария это мой витон вам за это настучат по голове и менеджер вас потом вот короче нормальная вполне ситуация рабочие взаимоотношения окей что я хочу сказать что такая во первых возможная такая ситуация так окей во вторых я немножко подправлю видите кстати вот я сделал но он мне говорит этот самый кстати смотрите вот я сейчас сделал изменения в мой модуль который не хочу я хочу проигнорировать сейчас выбросить я сделаю git reset hard это жесткая возврат к head к головному состоянию вашей ветки сейчас git я вначале main закомичу чтобы сейчас не отбросить его изменения сейчас у меня еще изменения еще и не все уйдут в комит частичные уйдут от частичные git add main git commit обратите внимание за счет того что у меня added и commit это разные действия то вполне нормальная ситуация что я один файл отправляю в комит а второй нет он у меня валяется измененным тут рядышком но не комитится кстати еще один момент перед комитом git diff посмотрите что я могу я вижу только то что еще не добавлено но я хочу это сделать да нет не хочу это не касается того изменения которое фиксит ошибку вообще да и ошибки то и не было закомичено это пока там main который еще не ушел в комит был короче git status что у меня там git commit минус m значит что у меня модуль пользовательский модуль тадам ушло 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 в репу а теперь смотрите как доказать пользователям и заодно помочь им с моим факториалом вы думаете в нем нет багов да полно еще багов я просто еще их нет не открыл представьте себе давайте я немножко потестирую и покажу вам что они есть для начала ну соответственно я там ввожу какой-нибудь я давайте там ну ладно для этого оно будет работать там для 100 там длинная арифметика а минус 1 а на минус 10 вы скажете мне подождите ну какой факториал от минус 1 какой факториал от минус 10 а хотите еще круче 0.5 а давайте этот самый какой-нибудь еще там не знаю давайте строчку выдадим инвалид а ну короче возникает но это на самом деле это ошибка в модуле main случается это не внутри факториала а там внутри факториала да то есть когда я сую туда число этот самый вот это вот минус 10 да то вот эта ситуация она возникает там внутри факториала да и возвращать не единичку короче факториал на самом деле должен по-хорошему каким-то образом гарантировать что его вызывают с правильными параметрами он должен как-то ну контракт надо какой-то соблюдать на параметры правда некий контракт причем этот контракт должен быть в принципе и на входные параметры параметры да на их значение и на выходное значение этот контракт включает не только тип скорее даже тип менее важен а важно реальное содержимое вот для факториала отрицательные числи недопустимы это должно быть целое неотрицательное число итак смотрите как я это сейчас делаю я открываю модуль и я сюда прямо в документацию между прочим кстати вот здесь вот у меня вот хорошо может тоже про факториал написать да может быть даже я это дело могу перенести туда сюда вот открываем документацию вот и в которой я что-то напишу про эту функцию повторять здесь что факториал не надо да я просто напишу здесь сейчас секундочку function to calculate the production of ну здесь наверное могу и в однострочном обойтись в принципе кстати я поставлю точку в конце предложения вот но я сейчас добавлю кое-что дополнительное а именно представьте себе что я бы открыл питоновский интерпретатор я бы в этом случае написал вот такой вот да ну точнее не я бы написал оно бы было и вот тут он бы мигал и ждал что я введу а давайте я возьму и напишу а как вел бы себя факториал если бы я вызвал его для давайте там единички единичка а как ведет себя факториал если его вызвать для нолика нолик ой простите единичка так а как ведет себя факториал для каких-то еще известных там чисел я знаю факториал числа 5 120 я его наизусть помню да ну и вот я вот написал вот несколько вот таких вот замечаний а кстати вы замечаете что почему-то я нахожусь внутри строки документ строки то есть вот сейчас одну секундочку вот вы видите это вроде документация еще да вроде это документация вот здесь правда вот документация а почему-то здесь подсветка другая что-то Вим мой текстовый редактор любимый консольный что-то подозревает он подозревает что я пишу документацию под использование библиотеки доктест вот она доктест очень ее люблю посмотрите да ну здесь вот написано некоторая там ситуация специально видите там некоторые тестовые случаи я на самом деле могу их к себе втащить но давайте для начала посмотрим как оно это самое то есть я здесь описываю предполагаемое поведение вопрос ну хорошо я его описал но все равно вручную его каждый раз гонять а вдруг моя очередная модификация сломается да там плюс какой-нибудь воткнем да и оно там сломается что я сделаю я вот здесь вот а да этот модуль не предназначен для самостоятельного запуска то есть его по идее никто не будет python 3 my module да вот так запускать его надо импортить поэтому я могу здесь вполне написать if name но если его все-таки запустить как главный да вот так то тогда что я сделаю вот тут кстати некоторое такое как бы нарушение подключить правил подключения модуля потому что я подключу модуль именно тут import doc test прямо тут и что я сделаю теперь я запущу модульное тестирование doc test test mode вот прям вот здесь вот в этом файле просто-просто я добавлю три строки в конце ай сори сейчас еще раз да давай и что мы имеем я покажу изменения вот они изменения документ строка ну вот это изменение там посередине не нужное по идее ну пусть уже живет и в конце вот эта штучка а теперь я сделаю следующее я запущу модуль который надо импортить посмотрите python3 mymodule молчит зараза молчит но это не значит что ничего не произошло может быть наоборот все хорошо а давайте зайдем туда прошу прощения в модуль в смысле зайдем в модуль и сломаем наш факториал ну сломать не сложно ломать не строить поменяем умножить на плюс тадам я его сломал а теперь я что делаю я его запускаю что это такое что это такое это отчет об ошибках ребята есть модуль который занимается проверкой вот этих документ строк написанных вот в этом формате док тест и он вот эти простейшие примитивные случаи использования умеет запускать и прогонять их и он проверил что фейлд экземпл у вас вообще-то факториал с вызовом с единичкой провалился expected one got two да expected 120 got 16 тест фейл two failures да ну причем кстати не все да два из трех то есть он говорит в два из было три теста на двух он завалился давайте сейчас сделаем следующее я сейчас я услышал звонок я одну еще минуточку задержу вас давайте сейчас сделаем следующее вот я тут гоняю свое какое-то да свое какое-то тестирование давайте кстати его наверное пусть оно уйдет значит а теперь я возьму и втащу вот здесь вот куча всяких прикольных этих самых тестов да видите там exact integer я просто сейчас стырю кусок документ строки который отвечает за тестирование и за описание самого модуля док-тест я вам рекомендую зайти туда почитать посмотреть что я сделаю еще раз и я вот эти вещи связанные с тестированием вот сюда в конец добавлю и сейчас мы запустим я починю я починю своего этого самого факториал посмотрим работает ли он но эти тестирующие задачки которые там стоят писал не я понятно а значит что если человек в начале писал тесты а потом программировал то он уже не наступит на те грамм я не наступал на грабли потому что я уже ну я знал что ожидает функция факториал я не совал ей ничего не подходящего понимаете а тут получается сейчас я теперь запущу запускаем вау что-то вообще лист лайн 10 прошу прощения что-то вообще не зашло мне кажется я где-то лишнее так overflow факториал я может кавычки дополнительно где-то а вот отступ прошу прощения отступ вот тут неправильный короче а 4 из 9 только прошло а нет прошу прощения 4 из 9 завалилось ну в основном здесь это связано с обработкой ошибок должны были такие для отрицательных он должен был мне выдать value error короче смысл в том что вот эта вещь это уже начальный путь к тестированию к созданию более-менее устойчивой функции с предсказуемым контрактом про контракты я обязательно буду еще говорить это очень важная вещь в следующий раз контракты будут и тестирование наверное на этом на сегодня все спасибо вам большое аплодисменты